Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Емили. И сегодня мы с вами будем кушать крылышки, как из KFC, только в домашних условиях приготовленные. Посмотрите, вот чем они отличаются от тех, что KFC. Ничем, на мой взгляд. Ссылочка в инфобоксе, как приготовить просто и легко такие крылышки. И я просто уверена, что после просмотра этого рецептика вы уже в KFC не пойдете. Минуточка АСМР. Вкуснотича! Просто вкуснотича! Они даже, знаете, в какой-то части даже сочнее, что ли. Здесь у нас соленые огурчики. Помидорка. И красный такой перец. Но он сладкий, не переживайте за меня. А то часто, когда я снимаю видео и там присутствует этот перец, мне пишут, бедная Айка, как ты это кушаешь? Как ты можешь? Отдельное спасибо хотела сказать всем тем, кто в инстаграме создает всякие ролики, связанные со мной и с Фати. Честно, не описать словами, насколько это приятно. Ой, спасибо вам огромное. Даже одно из видео мне реально тронуло за душу, можно так сказать. Я поставила к себе в историю. И реально, как мы могли так долго не общаться? Что за чушь? Почему? Также под прошлым видео, где я рассказываю как раз-таки про Фатио, в комментариях было очень много комментов по поводу того, что именно произошло между вами. Вот, если честно, я там закрепила комментарии, но вроде многие, кто не увидели, может быть. Все хотят конкретное разъяснение ситуации, которая произошла. Я хочу отметить, что у каждого человека правда своя. Если я расскажу, как я вижу эту ситуацию, может быть, Фатио это обидит. И получится так, что я Фатио выставляю в плохом свете. Поэтому я не буду. Но я вам так вкратце расскажу. Ситуация, ну прям мелочь, да? Крылышки горячие, поэтому даже не могу их в руки взять и начать кушать. А голодная ужас. Просто ужас холодная. В общем, суть заключалась в том, что нужно было пойти в банк и забрать кое-какую бумажку. Кто-то не хотел идти туда, потому что думал, что это мелочь. Кто-то разозлился, и вот ты всегда так делаешь, туда-сюда. В общем, конфликт не стоил ничего, да? То есть это настолько тупой конфликт. Я Фатио еще тогда сказала, что, знаешь, мы, говорю, не сходимся характерами. Я предлагаю меньше общаться. На что она не согласилась. В общем, давайте не будем углубляться в это все. Суть заключается в том, что мы просто поругались из-за какой-то ерунды. Вот реальной ерунды. И когда мы шли, кстати, на почту, на ТУМ, и там мы еще больше поругались. И это было связано опять же с тем, что мы начали выяснять, кто прав, кто виноват, и вот в результате этого еще больше поругались. Поэтому лучше вообще просто не возвращаться к этой теме, дабы не испортить отношения, которые еле-еле улучшились. Как произошло примирение, всем интересно. Был праздник. И Фатя позвонила меня чисто поздравить, после того, как мы уже, наверное, три месяца где-то с ней не общались. Не три. Два с половиной, наверное, где-то. И она мне сразу сказала, она говорит, я не собираюсь с тобой мириться, я просто хочу тебя поздравить. А вообще, когда я увидела, что у меня телефон звонит, так как я ее номер удалила, я без понятия была, кто это. Звонит мне пол первого или двенадцать было, ну, в общем, поздно было очень. И мне даже в голову не могла прийти Фатя, у меня такой, знаете, сразу, кто бы это мог быть, кто бы это мог быть. И я, если честно, очень редко беру трубки с незнакомых номеров, тем более ночью. Но хорошо, что я взяла трубку, я сразу не поняла, кто это. Ну, я сказала, привет. Я сказала, привет. Я начала поздравляю тебя с праздником и так далее. Вот. В общем, как-то. Я не жалею, что мы помирились. Наоборот, мне как-то было грустно, когда я видел старые наши видео. Как-то было хреново, что оказывается, такая вот дружба может вмиг просто закончиться, и близкие друг к другу люди вмиг могут стать чужими. Сейчас я чувствую себя счастливой. Мы постоянно базарим. даже мой парень говорит, опять, опять. Я только стал счастлив. Я только начал думать, что ты принадлежишь мне. Все. Вот. Мы просто обсуждаем какие-то новые идеи. Не знаю, можем о одной палетке говорить, не знаю, часами. Они такие жирненькие. Я уже наедаюсь, ребята. Еще плюс вот эти мимимишные видео, которые люди делают и выставляют в Инстаграм. Это так круто. Я даже себе в историю выложила видео, где мы вдвоем с Фати одна группа сделала и выложила себе в историю. Вообще, прям вот. Смотришь, просто и умиляешься. Как же вкусно. Обязательно переходите в инфобокс и тоже готовьте дома. Легко и просто. Здесь, знаете, секрет в том, что тут двойная панировка. Поэтому они получаются именно такие. А еще у меня два дня так заела песня Джонни и Эмина Камин. И как раз наш вот этот клип тоже был под песню Камин. Как мне нравится эта песня. Мне вообще нравится творчество Джонни, но эта песня, это вообще бомба, ребят. Если вы не слышали, вы очень много чего потеряли. Обязательно послушайте. Прям чувствуется, что в эту песню вложена душа. Сейчас я доснимаю видео и впервые наверное дней за 10 выхожу на улицу. и у меня такое странное волнение. Отправлю СМС, получу разрешение от государства. Можно я выйду погулять? То есть не погулять на самом деле, я иду по делам. Я ужасный паникер, какой там гулять. Не до веселья. Вот много кто спрашивает, когда будет видео с Фаде. Как только вот эта вот тема вся с коронавирусом закончится, так сразу обязательно сниму для вас видео. Точнее с ними. В общем, как-то так я наелась. Было очень-очень вкусно. Обязательно тоже готовьте. Переходите в инфобокс и смотрите рецепт. Я просто уверена, что вам понравится. Всем желаю приятного аппетита, удачного дня. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok